В последнее время я почти не играл в WoW, ну и вот решил вернуться с выходом БФА. Я всегда на самом деле рад отстегнуть денежку любимой корпорации Blizzard, чьи творения мне всегда доставляли. Да, и теперь работая в гейминдустрии, я не понаслышке знаю какой это адский труд, работа с продуктами уровня WoW. Ну что ж, прошла уже неделя с выхода БФА, и сразу скажу, на момент записи видео я еще не докачался до 120-го. Ну на то они и есть именно первые впечатления, как голосит название видео, а хай-энд контент, на мой взгляд, это все-таки уже другая история. Для качественного ознакомления с дополнением я выбрал вариант неспешного такого казуального кача, без аддонов подсказок и с полным просмотром всех синематиков под попкорн. Что, конечно, сказалось и на скорости прокачки. Я почти не следил за бета-тестированием БФА, и не зря в прошлый раз я совершил эту ошибку в Легионе. Так, во времена Дренора я уже все знал о грядущем дополнении, благодаря бесконечным роликам от бета-тестеров на ютубе. И, на мой взгляд, это было в корне неверно. Возможно, дело лично во мне, так как я, например, терпеть не могу всякие спойлеры и вообще стараюсь не смотреть даже обычные трейлеры к фильмам, которые очень жду. Хочу, чтобы эти творения, так сказать, удивили меня максимально. Вот так и с БФА. Мне хотелось, чтобы игра меня максимально удивила и порадовала. Ведь и в Легион я бросил играть еще где-то в патче 7.1. Поэтому такой перерыв в игре у меня был очень значительный. И БФА для меня привнесло, скажем так, гораздо больше изменений, чем для тех, кто стопнул до припатчи даже. В первую очередь, хочется отметить чудесные локации Альянса. За Орду я еще не играл. Душевные квесты, реально интересные сюжеты. С одной стороны, все проходится довольно легко, а с другой, иногда нужно и попотеть. Зато, в целом, ненапряжная прокачка позволяет максимально насладиться окружающим миром. Мотивирует заглянуть во все его уголки в поисках заветных сундучков, рарников, ну и всего прочего. А вот, кстати, идея с сердцем Азерота мне нравится куда больше, чем артефактное оружие. У меня к нему как-то сразу возникло негативное отношение в свое время. И, конечно, повезло, что я вновь не ошибся с выбором класса и спека. Качаюсь я в Мункине. Это божественно, и заслуживает отдельного видео. Кто-то сейчас скажет, что первый месяц игры в новое дополнение всегда сопровождается восторженными криками довольных фанатов. За редким исключением каких-то вечных хейтеров. И, в принципе, чаще всего так оно и есть. Но. Я, например, не играл ни в Катаклизм, ни в Панды и не спешил покупать Дренор. Контент меня просто не впечатлял. Мне не хотелось заходить вов того времени. И видео на Ютубе было достаточно, чтобы с ними ознакомиться. А вот Легион заставил меня вернуться в игру. Ну, правда, ненадолго. Причины я уже озвучил ранее. Поэтому не могу сказать, что я отношусь к тем, кто привык встречать новый контент, сидя в розовых очках. Нет, меня не так-то просто удивить и самое главное удержать. Однако сейчас у меня есть сильное желание пройти весь БФА. Вот с Легионом такого точно не было. И мне хватило на пару месяцев. Посмотрим, что будет дальше. Однако уже сейчас можно сказать, что БФА достаточно удачное дополнение. Близзы красавцы и постарались на славу. И такое лирическое отступление. Ну, кто следил за каналом, в курсе, что некоторое время назад я начинал играть в классику на пиратке. Ну, на самом деле, это был интересный опыт. Я бросил где-то на 33-34 уровне. Почему я об этом вспомнил? Во время игры в БФА все чаще я начинал понимать, что чего-то не хватает. И я смог сформулировать свои мысли. Не хватало вот этой социальной составляющей. То есть нет, все круто, все нравится. Но скорее ощущение, будто бы ты играешь в какой-то Skyrim. Нет этого социального аспекта. Ведь совсем недавно, играя на пиратке в классике, блин, да чтобы попасть в пати, нужно было начать с кем-то говорить, писать. Так сказать, преодолевать вот этот первый барьер контакта. А в современном ВОВе это и не нужно. Так, в БФА я прошел инстанс через ЛФГ, и за, там, все, сколько, 25-30 минут прохождения подземелья никто не проронил вообще ни слова. И как бы все прошло на ура. Не знаю. Понятно, что ВОВ уже давно такой, но не хватает, не хватает этой социальной части. Может быть, напишите в комментариях, а что вы об этом думаете? А вам спасибо за внимание и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok